Дом и господа, для меня честь представим вам эту презентацию. Доктор Шино уже стал достаточно старый, слишком волен, чтобы ездить на конференции. Наш корсет 2013 имеет 4 или 3 возможных уровня лечения. И теперь мы добиваемся не только из лечения корпуса, но и мы можем различные состояния лечить. И это доказано многими зарегистрированными случаями. И теперь еще недостаточно закончены, тем не менее эта система хорошо себя зарекомендовала. Я расскажу о системе с тремя точками. В соответствии с этой системой, в зависимости от высоты, есть сколиоз с четырьмя из ГИБВ и тремя уровнями. Каждая система должна иметь три точки упорости, чтобы поддерживать определенную часть позвоночника. Длина корсета, конечно же, ограничена, но тем не менее она помогает справляться с эффектом гравитации. Пациенты получают активную поддержку. Посмотрите, каким образом добивается, мы добиваемся равновесия и антигравитационного эффекта. Вот, посмотрите, позвонок Т4 грудного отдела. Здесь лишь несколько деталей помогают исправить азиопатический сколиоз. Результаты вполне впечатляющие. Результаты были хороши, но более того, они были предсказуемы. Очень важная концепция. Каждую зону мы гумируем. Это удобно в использовании. Основные проблемы уже решены. Хотя, конечно же, бывают и сложности. Главное, чтобы пациент носил этот корсет и нужно всегда смотреть, куда направлена вертикаль. Разница в высоте позволяет этот корсет немножечко менять по размеру. И, когда пациент сидит или стоит, то корсет работает по-разному. Иногда при изменении поза пациента поддержка на несколько дюймов смещается вверх или вниз. Эти небольшие изменения обязательно нужно. Учитывая, что корсет также меняется по ширине. Может быть, она должна быть таким, чтобы можно было повернуться. Средняя дорога в зоне на 25 градусов, а внизу на 34 градуса. Когда технологи разрабатывают 35 градусов, то специальность будет на вручке, чтобы пациент мог повернуться в нужное район позвоночника на нужное количество градусов. Иначе это не приемлемо. Мы решили эту проблему с доктором Шерн и слепки делаем. Так что пациент поворачивается на 25 градусов в одной зоне и на 45 градусов в другой зоне. Кроме того, вертикальная поза может изменяться. Посмотрите, левая сторона сильно направлена вправо, и это позволяет исправить положение корпуса. Пациент рату выполняется на 2 градусов. Посмотрите, как это происходит. Поясничная поддержка также осуществляется. Это очень важно, чтобы поддержка была чуть выше, чем АПЕКС. Вы посмотрите под позвонками Т-12 и Л-1, и так миграция гравитации влево и наверх, и тогда зона 35, 37 и зона нагрузки 15, соответственно, исправляется. Итак, первое действие по коррекции нужно выпрямить изгибы, и в зависимости от различия АПЕКСа мы используем высоту 3-4 степ, чтобы корректировать деформацию. Начинаем мы со сколиоза с четырьмя изгибами. Здесь у нас 4 части уравнений. Нужно правильно рассчитать высоту первого уровня Т-4, позвонок, затем следующий уровень позвонок Т-8, затем третий уровень Т-1, или Т-3, или четвертый уровень, по-разному. И высокий уровень Т-8, both сколиозы с тремя или с четырьмя изгибами, в принципе, исправляется одинаково. Все равно в системе должно быть три точки опоры и антигравитационный эффект. Средняя и верхняя части груди, посмотрите, точки 3-20, а 21-19, поясничный отдел. Высота нужна только для сколиоза с четырьмя изгибами, висничные сколиозы L1, L2, L3, а здесь важно поддерживать только до апекса и все. Все. Слева, третий позвонок, L2, здесь нужно 41, L, плюс 37, плюс 34, плюс A19. Очень важно, чтобы поддержка между L1, L2 и L3 с лево, была 41, а с правой стороны, чтобы все равно очень туго здесь. Только тогда будет достигнут эффекта. Высота до таза важна только при сколиозе с четырьмя изгибами. Система с тремя точками опора вот такая, это 43, 47 и 41, плюс антигравитация, плюс 1, L3. И здесь идет нагрузка с лево, на парамо. Теперь сколиозы с тремя изгибами. Здесь ситуация несколько иная. И, посмотрите, здесь Т4 позвонок. Практически та же, как сколиоз с четырьмя изгибами. Такая же система. Апекс иногда ДНФ или больше до 10. Два нижних. Практически та же, как сколиозы с тремя изгибами. Все вместе исправляются. Здесь только одна высокая стадия уровень в районе плесничного пятого позвонка L5. Посмотрите, здесь справа. Тридцать четыре и тридцать семь. Здесь идет растяжение 40R и 41R. Следующее действие – это деротация. Для сколиозы мы делаем на четырех высотах деротацию. Высшая часть грудной клетки налево поворачивается. Нижняя направо – это беломбардная часть налево. И направо – два последних действия. Помогает нам получить правильный разворот поясничного отдела. Т4 – деротация направо. Здесь трехточечная система 20, 21, 12. И деротационный эффект достигается. Также серьезное расширение в 13-й зоне и в 18-й. Коррекция заплатывает правую часть грудной клетки, среднюю часть грудной клетки. Т8 и 10 в соответствии с высотой высшей точки. Расширение и системы для правой средней грудной клетки – 1, 4 и 20. И расширение идет назад в зону 22. Лимбардная поясничная зона – 3 точки. Л5 – 37 и 7. Это правая деротирующая часть. Слева действия составляет 1, 4 и 90. Деротация на этой высоте не так сложно сделать. И зона 7 понимается, чем теперь. Другие механизмы – это сгибание, деротация. И в реальности все это сбалансировано между отклонями, мигрирующими к зоне 7 и назад к зоне 5. Мы должны принять эту амбивалентную ситуацию, которая также привносит свой вклад в объяснение того, как действует наша система. Размер поясничного деротации совершается правой деротации. И мы уже видели, что у нас отодвигается назад с помощью поддерживающего механизма 37 и 2L продвигается вперед. В результате этих действий с направо обыкрова разворачивается. Нижняя область таза поддерживается поддерживающим механизмом 37. И здесь производит левая деротация. И также суппорт 38 додвигается на зад. Третье действие – наверх. И мы поддерживаем на упровне талии. Это обычное нормальное положение идиокостальной под горсетом. Вы видите, как это действует. Четвертое – это статическое действие в отношении ребер. И корреляция происходит от ребер, но они не расширяются и поддерживаются на уровне высшей точки, которая направлена к верхним ребрам. И таким образом достигается вертикализация. Для того, чтобы понять, как это происходит, нужно понимать, что мы также исправляем искрепленность со стороны младины, кроме того, есть действие атмосферного давления. Мы видим, у нас здесь действие атмосферного давления совмещается с действием поддерживающего механизма суппорта. У нас есть асимметрия диагональных диаметров в грудной клетке. Справа у нас ребру имеет диагональный 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 и с правой и с левой стороны. И хотя у нас вот этот диаметр немножко направлен по диагонали, немножко больше, чем симметрично разболоженный от пяти до семи у нас. И эти диагональные диаметры имеют один, четыре, двадцать диаметра. Размер этого диаметра по диагонали и ткани, которые присутствуют, мигрируют частично вперед, частично назад. Меньший диаметр, с ними пять, становится большими диаметрами. И мы увидим это снова, когда элементы лечения в зоне оси В5. и мы описываем ему контроль с задней стороны. То же самое должно быть и в зонах семь и девятнадцать. Более медленный наклон правого основания с семь и девятнадцать. В восемьдесят третьем году мы обнаружили, что при ношении горсета разуется нуколение на этом уровне. И можно использовать эту зону как вторичную давление. Это может быть случай плоской спины, который потом возвращается к нормальной. Седьмое действие. Мы видели некоторые механизмы коррекции в полой или прямой спины, плоской спины. И очень легко утренную систему исправлять на уровне груди двадцать семь и двенадцать. Расширение достигается в зоне тринадцать, самое большое, а с мериной в зоне восемнадцать. Ротация на уровне Т4 касается средней зоны грудной клетки и некоторых частей грудной клетки. Дальше деротация. Слева в средней части грудной клетки деротация с помощью тройной системы 1, 3 и 19 невозможно достичь. Такая деротация в сочетании с расширением создает при расширении деротации в зоне 22 и 25 спины живота и грудной клетки 7,19 и в какой-то степени поддерживает тридцать семь. И пролагивый турокс немножко наверх продвигается. Очень сложная комбинация расширения и давления. И нам нужен корсет для того, чтобы достичь этих изменений. Восьмое действие – это дыхание. Сколиоз и дыхание очень тесно связанные. Можно достичь улучшения и ухудшения. Мы повторяем определенные упражнения помогут. И если это упражнение не делать, то мы получим, что при выдохе мы рискуем, что у нас получится определенный угол при дыхании. И поэтому терапевт должен научить пациента, как дыхать, выдыхать и выдыхать. Правильным образом. для того, чтобы снизить дисбаланс и физиологический и анатомический. Клиновидная форма и начинаем коррекция происходит свыше, чем в 30%. И среднее снижение достигается в 62%. Корсеты являются эффективными, но при условии определенного знания и использования имеющегося опыта. Корсет очень важно, чтобы выносили определенный период времени и предпринимались действия для коррекции. Почти корсет будет эффективным, но требует, еще раз повторяю, очень много времени для работы и обучения для научных знаний. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста? Спасибо.